Итак, друзья, перед вами карта западной части Украины. Я расскажу, как пользоваться ей. Сегодня мы будем говорить о городе Львове. Вот показываю вот здесь на карте. Расскажу, что в общем за цифры на данной карте. Ну, во-первых, под легендой карты, то есть вернее под городом или сверху города, вот здесь видим, есть легенда карты, где я показал основные параметры рынка недвижимости. Которые, на мой взгляд, характеризуют именно состояние рынка. Наконец, здесь вы видите, да, у нас августа 2023 года. Итак, пройдемся по этим очень важным, как мне кажется, показателям. Это сводные данные еще. Количество предложений, друзья, которые мы зафиксировали на рынке жилой недвижимости города Львова, это 7246 объектов жилой недвижимости. Сюда входит также и вторичный и первичный рынок. Что на 2,2% меньше, чем было в июле месяце. То есть это колебательные процессы, но мы их фиксируем по предложениям. Напомню вам, это количество предложений, которые мы мониторим по всем крупным интернет-порталам, сайтам, электронным доскам и так далее. Дальше стоимостные показатели. Вы уже обратили внимание, что я всегда говорю о стоимости, не о цене. Откуда этот знаменитый, так сказать, экономист знает цену? Если он не разбирается, что такое цена и что такое стоимость, то пускай он в Гугле наберет, я не знаю, или в Википедии ему там покажет. Это абсолютно разная дефиниция. Не может экономист знать цену проданного объекта. В априори он не может это знать, потому что он не присутствовал во время подписания договора купли-продажи и не присутствовал во время передачи денег. Вот только тогда ты можешь понимать, что это цена за этот объект. А так мы говорим о стоимости. Это предполагаемая рыночная стоимость за объект, который будет продан. Ну простые же вещи учат даже... Я когда-то там в этом преподавал в каком-то техникуме. Блин, учат же даже вот этих юношей совершенно молодых. А экономисты знаменитые не знают этого. Ну ладно, бог с ним. Такого дела. Итак, начинаем о стоимостных параметрах. Поговорим социальное жилье. Это вторичный рынок. Вторичный рынок. Здесь мы видим социальное жилье, напомню, снижение на минус 0,11 процента. 906 долларов за квадратный метр мы видим. Дальше, вторичный рынок. Эконом-комфорт-бизнес-класс. Уже рост плюс 0,09 процента. Видим, что 1035 долларов за квадратный метр. Ну и переходя к первичному рынку, видим квартиры эконом-класса. Здесь динамика тоже положительная. Плюс 0,13 процента. И 747 долларов за квадратный метр. Первичный рынок, друзья, комфорт-бизнес-класс. Видим также динамика роста за месяц. Плюс 0,09 процента. И стоимость, видим, 1124 доллара за квадратный метр. Ну и переходя к элитному классу, это также, друзья, первичный рынок. Мы видим 1315 долларов за квадратный метр. И снижение за месяц минус 0,08 процента. Друзья, вот обратите внимание, в отличие от экономистов, на сегодня у меня такая, да, воодушевление патролить экономистов, да, которые лезут туда, где они в этом не понимают. Так вот, посмотрите, как очень сильно отличается первичный рынок в зависимости от класса. Просто показываю вам вот этот ряд цифр. Эконом-класс 747 долларов за квадратный метр. Элитный класс 1315 долларов за квадратный метр. И посмотрите, как по-разному даже в течение месяца этот рынок себя ведет. Где-то снижается, где-то растет. А когда рынки экономисты говорят, как о массе кирпичей, палок и глины с цементом, из которых создана недвижимость, не классифицируя это все, но это ни о чем. Это вот просто ни о чем. Вот просто поговорить, да. Также очень сильно отличается социальное жилье, вторичный рынок от комфорт-бизнес-класс. Почти, ну, посмотрите, здесь 900, здесь больше тысячи. То есть, друзья, к чему это все подвожу? Если очередная говорящая голова, которая рассказывает вам о процессах, которые он наблюдает на рынке недвижимости, не опираясь на методологию определенную, в данном случае хотел бы напомнить, что метод классификации один из важнейших методов, которые присутствуют в наших исследованиях. И метод статистического анализа. Только через цифры мы можем что-то анализировать. А не там посидел, подумал, почитал в интернете что-то, бац, и родил исследование, да. Я не знаю, как они научные степени получали вообще, есть ли у них эти научные степени, но я вот так как-то не удивлюсь, что там все это, так сказать, так и получалось. Ну ладно, переходим к отопчевок. Продолжение следует...